Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Владимир Рогов, генеральный директор Центра защиты детей от интернет-угроз. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! Вот вы уже не первый раз в нашей студии, но тем не менее, расскажите, пожалуйста, еще раз, чем конкретно занимается Центр и как помогает защищать детей от интернет-угроз? Мало ли кто не знает. У нас деятельность делится на две большие составляющие. Одна, которая видна населению, это мы активно проводим семинары среди родителей. Буквально каждый вечер я нахожусь в средних образовательных школах, проводятся семинары, доводятся до родителей опасности интернета, как им противостоять, и пути некоторые решения доводятся до родительской аудитории. Плюс ко всему, мы проводим сейчас тренинги среди педагогов. На базе Центра мониторинга и сопровождения образования собираются учителя информатики, классные руководители. Мы обсуждаем новые моменты, как использовать новые методики в образовательном процессе, чтобы наши дети были грамотны в медиасреде и в сети интернет. Это общественная деятельность. Кроме общественной деятельности, у нас есть деятельность, которая скрыта от всех глаз. Мы активно проводим мониторинговые мероприятия в рязанском сегменте интернета, в особенности в социальных сетях. За последнее время мы обнаружили много школьников, которые прямо или косвенно склонны к суициду. Мы на это среагировали, передали информацию по этим школьникам в региональные органы власти для реагирования. Плюс у нас проводятся консультации родительские, буквально ежедневно мне поступают десятки звонков на телефон. Бывают всякие различные моменты, которые непонятны родителям. Мы пытаемся во всех вопросах помочь. И у меня работает ведущий психиатр области, который проводит психокоррекцию детей. Но это деятельность по предварительной записи. Вот это какая-то страшная тайна? Или можете рассказать, как вы выявляете, например, о тех же самых детей, склонных к суициду, например? Как это делается? Ну, тут две составляющие. Первое. Это работает специальное программное обеспечение в автоматизированном режиме, которое вычленяет из сети потенциальных моменты. Программа обращает внимание. Плюс работает штат аналитиков, который также анализирует каждого ребенка, просматривается общедоступный аккаунт. То есть мы никуда не лезем ни в переписку детей, никуда. Мы оцениваем то, что у всех на виду. И после этого эту информацию еще обрабатывают психологи-психиатры, которые тоже обращают внимание на медиа-контент. Из этого мы делаем предположительные выводы. То есть это нельзя говорить, что если у ребенка какая-то информация, что он уже либо преступник, либо завтра он сбросится с крыши. Нет. Но на некоторый момент обращается внимание, информация систематизируется и уже передается в органы власти. Но, насколько знаю, это не единственная опасность для детей. То, что они не очень позитивно настроены. Часто бывает так, что, например, многие взрослые регистрируются под страничками детей, дружат, просятся в друзья, вот к детишкам маленьким, да, потом получаются всякие нехорошие тоже ситуации. Как вот часто такое случается? Как с этим, может быть, бороться? Там родители должны следить за страницами в социальных сетях своих детей. Как? Ну, я вас понял. Прежде всего хочется сказать, вот мы детей отпускаем гулять. На улицу, выходной день, ребенок выходит, мы же всегда посмотрим, где он гуляет, с кем он гуляет. Приходят, кто у тебя друзья. Но дети сейчас еще живут еще в отдельном огромном мире. Это называется сеть интернет. Вот среднее время провождения ребенка 6 часов в сутки. Это Министерство образования данную статистику, собрало такую статистику. И если брать детей, надо обращать внимание буквально на все, что у них на страницах ВКонтакте, в том же самом социальных сетях. Ну, прежде всего, я рекомендую родителям как бы собрать общую картину интересов. Это, ну, если у ребенка компьютер, либо планшет, либо ноутбук, то есть посмотреть, что у него установлено, какое программное обеспечение, какие ресурсы ребенок посещает. То есть, сложить общую картину. Вот должно насторожить, например, некоторые моменты использования системы электронных расчетов. Зачем 10-летнему ребенку система Сбербанк Онлайн, которая будет стоять на смартфоне? Или зачем система WebMoney электронных расчетов? Значит, ребенок отправляет, либо получает деньги. И эти моменты должны обязательно насторожить. Форумы, какие посещает ребенок. Если брать социальные сети, ну, в первую очередь, надо смотреть на аватар. То есть, на главную страничку, на фотографию, посмотреть, что на этом аватаре есть. Вот должно, например, насторожить, если ребенок, у ребенка черного цвета фотографии, темные фотографии, когда ребенок отвернулся, то есть, там, закрыл лицо, есть такие фотографии, значит, это уже какое-то депрессивное состояние, какое-то, ну, на которое, которое должно насторожить. Есть моменты, которые публикуются, те же самые, там, на стене ребенка, тоже в ВКонтакте. Что он посещает, что он, какие лайки производит, какие комментарии пишет. На это всегда надо смотреть. Соответственно, группы, сообщества, в которых состоит ребенок, обращать надо внимание абсолютно на все. Вот я всегда советую, просмотрите все группы, в которых состоит ребенок. Если что-то непонятно, название группы, ну, зайдите в тот же интернет, посмотрите, что это есть такое. Зайдите в эти группы, просмотрите их содержимое. Вот должно особенно насторожить группы боль, группы суицид, группы, ну, такого депрессивного настроя, еще различного. Я, мне очень плохо, вот в таком плане. Должно насторожить сейчас повальная просто ситуация с анорексией. Дети хотят очень похудеть и панически боятся ожиреть. Ну, эти группы анорексии, они не просто, бывает там, анорексия, они достаточно весело называются. Веселая худоба, давайте весело худеть вместе. На это надо обращать внимание. Группы наркотической направленности. То есть даже банально спайс, куряха. Полно таких сообществ. Дети в них вступают, причем активно там ведут деятельность, а родители занимаются своими делами. Ну, так не должно быть. Да, кто бы мог подумать, на самом деле, что все вот настолько масштабно и вообще, ну, в какой-то степени страшно, наверное. А вот как считаете, например, родители должны требовать пароли от страничек детей, контролировать переписку, или как-то все-таки это с этической точки зрения неправильно? Я думаю, это не совсем корректно. Надо в первую очередь добиться диалога, полного диалога с ребенком. Выйти на диалог. Объяснить, что интернет – это такая же улица, где тоже есть опасности, и по всем моментам ребенок должен как бы сообщать родителю по непонятным моментам, по странным, если кто-то вошел в переписку. Определить надо правила, которые нельзя нарушать. Вот как мы запрещаем с незнакомыми на улице общаться, то же самое. Нельзя общаться с незнакомыми в интернете. Это должно быть как отче наш. И только добившись диалога, можно как-то вести такую профилактическую работу в кругу семьи. Как давно уже существует Центр, и вот как Вы считаете, насколько вообще это актуально сейчас? Я полагаю, что очень актуально. И актуальность эта, она дальше будет еще сильнее увеличиваться в наше время? Соответственно, да, мы расширяемся, мы расширяем сферы деятельности. Сейчас, кстати, мы еще начали проводить тренинги среди родителей. Много подходят родителей, которые хотят научиться мерам воспитания, медиакультуре, узнать, какие противоправные сообщества существуют. Мы готовы с родителем работать. У нас на интернет-сайте есть вся необходимая информация. Опять же говорю, там кроме общественной работы есть платные услуги. В разделах сайта все это есть. Родители могут с этим ознакомиться. Набирая обороты, я вам скажу, что мы даже вышли в последнее время на межрегиональный уровень. Нами начали интересоваться с других регионов. Я думаю, найдя общий диалог, общий контакт и с другими регионами, мы расширим сферу деятельности по всей Российской Федерации. Еще хочется сказать момент. У нас было два вида информационных памяток, которые мы распространяем очень активно. Уже больше 5000 экземпляров разошлось. Нам помог информационный партнер, компания «Эликс». Они подготовили вот такие замечательные памятки. Они собрали две наших памятки в одно целое. И родителям теперь будут распространяться такие памятки, в том числе в сети магазинов данной компании. Спасибо им большое. Ну что ж, Владимир, вам тоже спасибо огромное. Ну и, конечно же, телезрителям хочется в очередной раз, наверное, сказать, что не стоит забывать о том, что те же самые социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. И контролировать действительно нужно то, что делают ваши дети. Не только на улице дома, но и в интернет-ресурсах. Программа на этом завершается. Это была программа «Городские встречи». Напомню, что в гостях у меня сегодня был Владимир Рогов, генеральный директор Центра защиты детей от интернет-угроз. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова